Воздушное судно позади меня Стрихи, покраска, чтобы топливозаправщик обрел свой неповторимый облик. Для первого самолета и совершенно новое покрытие. Грунт ВГ-27, по словам сотрудников окрасочного производства «Спектраавиа», в России применяется впервые и не содержит вредных для людей веществ. Отличается от обычных грунтов тем, что в этом грунте не применяется шестиволентный хром. Шестиволентный хром – это самое ядовитое вещество в лакокрашенном покрытии, которое достаточно влияет на здоровье человека. В огромном ангаре железная птица кажется маленькой. Но чтобы покрасить огромный топливозаправщик, понадобилось только 600 литров краски. Для сравнения, для среднестатистического транспортника понадобится до 500 литров. Пока поверхность занавешена, чтобы самолет успел высохнуть. Здесь применяется несколько цветов. Основные цвета – это серый и светло-светло-серый, фактически белый. Прежде чем попасть в ангар «Спектраавиа», топливозаправщик совершил свой первый полет и прошел ряд заводских испытаний. Новый самолет уникален по многим параметрам. Главное, что Ил-78М90А может работать как топливозаправщик, так и как транспортный самолет. На его борту установлены современные пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи, стеклянная кабина, отвечающие всем современным требованиям к авионике воздушных судов. Четыре двигателя нового поколения с увеличенной взлетной тягой позволяют уменьшить расход топлива на 14% по сравнению с предшественником. Судно приспособлено для дозаправки сразу нескольких воздушных судов. В случае необходимости на него может быть установлено оборудование для пожаротушения. Уже в начале августа начнутся летно-конструкторские испытания, которые продлятся до конца года. На начальном этапе проверяется устойчивость самолета, характеристическая устойчивость самолета, управляемость самолета, проверяются все заявленные режимы, проверяется пилотажное оборудование полностью, радиосвязное, радионавигационное, радиолокационное оборудование, то есть весь комплекс оборудования. Дальше судно будет передано на совместные государственные испытания. Опытные летчики-испытатели проведут несколько десятков полетов, прежде чем самолет будет доставлен заказчику. Задача для Ульяновского авиазавода – поставить самолет на серийное производство. В настоящее время у нас находится в разной стадии производства до 10 самолетов одновременно. Это Ил-76МД-90А. И мы завершаем изготовление опытного самолета, топливозаправщика перспективного Ил-78М-90А, который сейчас находится на авиации. В перспективе Ил-78М-90А должен стать основным топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки судов в воздухе. В строй модернизированный самолет серии Ил войдет к 2020 году. Однако широкий интерес к нему уже проявляют заказчики из разных стран мира, в частности СНГ, Юго-Восточной Азии и стран Африки. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.